К сожалению, пока вставляла, запись прервалась, но я продолжаю. Я монтировать не умею, это будет, значит, вторая часть у нас. Так, вот пиноккио, я сказала, они супер детерминатные, очень короткие. Как все супер детерминатные томаты, они рано вершкуются, ну, коротышки будут, заканчивают свой рост. И поэтому вот эти вот томаты, если высаживать в открытом грунте, то можно впереди высокорослых рядок пиноккио посадить. Они никому не помешают, они будут в ногах у великанов, еще дадут вам урожай. Это для тех, кто не огород на балконе будет делать, а в открытом грунте. Ну, если описать его так вкратце, на кустике будет много кистей. На кисти по 8, по 10 плодов разные. Все они от 20 до 30 грамм, очень маленькие, такие маленькие красные шарики. Форма плодов округлая, цвет такой ярко-красный. Они не бывают ни сильно большими, ни сильно мелкими, они почти все одинаковые. Сильно мелкие уже в самом-самом конце, на высоте будут. Так, что еще? Ну, на вкус, конечно, вкус томатный, сладкий. Если вот солнечное лето, они вообще очень сладкие. Если лето не очень солнечное, будут с кислинкой. Использовать можно универсально, можно и в свежем виде. И маринуют его, и в другие заготовки. Но еще что хочу я напомнить, что оно, это растение, вот томат-сорт устойчив к заболеваниям. И если высаживать его на балконе или на лоджии, то, конечно, все зависит от рассады. Лучше всего купить семена и начинать выращивание с рассады. Вот в этом году, например, поздно уже купить семена. Вы можете просто на пробу, как, ну, поэкспериментировать, купить рассаду на базаре. Но лучше всего вырастить рассаду, потому что вырастив рассаду, вы сможете ее посеять, ну, как, посеять сможете в любой срок. Некоторые, например, для выращивания на балконе сеют пиноккио осенью. И подгадывают, чтобы к Новому году был урожай вот этих маленьких томатов на новогоднем столе. Это очень оригинально, очень вкусно, конечно, и приятно. Но в это время, в зимнее время, света очень мало. Если вы хотите вырастить на балконе пиноккио зимой, то нужна обязательно подсветка. Больше ничего ему не надо, хорошая земля, подсветка. И сегодня, когда я буду высаживать своего пиноккио, я хочу вам показать уже другой способ посадки. Вот вчера я когда садила, я сказала, что я добавляю в грунт рыбную муку, потом перегной и золу. Но если у вас нет вот этих натуральных продуктов, и мне откуда взяться, раз у вас нет огорода, вы хотите вырастить или на балконе, или на лоджии, эти удобрения натуральные можно вполне заменить вот такими магазинными. Я в предыдущем ролике все их назвала, много там и Амафоска, и Аннушка. Вот у меня ОМУ универсал. Берите любое универсальное удобрение, где собраны и азот, и фосфор, и калий. Вот написано органоминеральное удобрение. Сейчас состав вам прочитаю. Тут написано, что гуминовые соединения, это очень важно потом. Азот, фосфор, калий, есть и магний, и микроэлементы. Все-все-все здесь собрано уже, вам не нужно ничего высчитывать, только посмотреть инструкцию. Вот я читаю. При высадке картофеля и высаживании рассада овощной культур 20 граммов на лунку. Но это если открытый грунт. И вот здесь же еще есть для балконных комнатных растений 10 граммов на килограмм грунта. Вот считаете. Ой, считаете. Если вы 3 килограмма земли наложили, значит 30 грамм. Это полная, вот такая столовая ложка. Вот так. Полная ложка с горкой будет примерно 30 грамм. Все, я добавляю в землю. Только обязательно хорошо, все хорошо перемешать, чтобы вы понимаете, что нежные корешки растений, они не должны как попасть вот в такую кучу удобрений. У меня очень влажный грунт, я сюда положила, добавила вот это удобрение. Я сейчас все-все тщательно перемешаю и посажу туда, маленький пиноккио там сядет у меня. Поэтому я, когда первый раз говорила про удобрения, про органические, я забыла сказать, что не обязательно оно должно быть натурально. Вот в первый, в самый ранний период при высадке в лунку можно добавить и фабричное удобрение один раз. Оно потом за это время, пока растение еще даже не цветет, никакого вреда оно не принесет, все это разложится, все это вымоется, выветрится. Все. Я беру пиноккио. О, малыша. Перед тем, как сделать выемку, я, конечно, сильно увлажняю весь этот грунт, так, чтобы при выемке, видите, все корни у меня целые, корни у него хорошие, очень развита корневая система. Я, как всегда, удаляю два нижних листика, чтобы его немножко заглубить. И по всей длине вот этого стебля у него еще образуются дополнительные корешки, и он будет очень коренастый и крепкий, во-первых, а во-вторых, он не будет сильно высоко выпирать из горшка. Я всегда заглубляю, но это не обязательно. Я не говорю, что вы должны обязательно так делать, но это мой принцип посадки. Я его заглубляю, и он будет тогда такой аккуратненький. Вот он сейчас, ему там, конечно, в лотке было мало места, там 18 или 20 штучек в одном лотке. А здесь ему будет очень хорошо. Он сейчас, я покажу вам через недельку или дней через 10, он быстро-быстро сейчас нарастит зеленую массу, потому что теперь ему здесь питание вдоволь, не то что там, где их было много. Он быстро вырастет. Все. Вот это сорт пиноккио, которому можно дать грунта, намного меньше, чем предыдущим. Вот если таймыру надо было 10-килограммовое ведро, этому подойдет и 5-килограммовое, и 3-килограммовое. Можно выращивать и зимой на балконе, и сейчас, вот в летний период, на лоджии, в различных кашпо. Такой томат можно выращивать и в подвесном виде, можно посадить и повешать на веревочке в красивое кашпо. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это огород на балконе, сорт пиноккио, который можно выращивать и в открытом грунте.